Уважаемые пациенты, по рекомендации лечащего врача вы направлены в школу варфаринотерапии. Школа была создана впервые в России в апреле 2007 года на базе 1-й городской клинической больницы имени Волосевич по инициативе профессора СГМУ Надежды Александровны Воробьевой. Программа школы варфаринотерапии составлена таким образом, чтобы пациенты, принимающие антикоагулянты, более подробно могли ознакомиться с их воздействием на свертываемость крови, показаниям к применению, режимом питания, осложнениями. Информация, полученная в школе варфаринотерапии, поможет пациентам получить все ответы на вопросы, связанные с применением варфарина. Темы программы школы варфаринотерапии. Цель назначения антикоагулянтов, их действия, показания к применению. Как принимать варфарин? Что такое МНО? Его оптимальное значение, чистота контроля. Совместимость варфарина с другими препаратами. Режим питания и варфаринотерапия. Беременность и варфаринотерапия. Сопутствующие медицинские процедуры и хирургические вмешательства при варфаринотерапии. Варфаринотерапия и поведение в быту. Побочные эффекты и меры предосторожности при варфаринотерапии. Уважаемые пациенты, каждому из вас назначен варфарин. Препарат, применяемый в тех случаях, когда была или существует угроза повышенного тромбообразования. Цель назначения антикоагулянтов – спасение, продление, улучшение качества жизни пациентов с повышенным риском образования тромбов. Именно с повышенным риском, поскольку тромбообразование – это необходимый процесс при повреждениях, связанных с кровотечением. Это могут быть травмы, хирургические вмешательства. А повышенный риск тромбообразования может создавать угрозу жизни, ухудшать течение заболевания, вызывать серьезные осложнения. Есть две разновидности антикоагулянтов – прямые и непрямые. К прямым антикоагулянтам относят гепарин и фраксипарин. Эти препараты действуют непосредственно на образование тромба и применяются в условиях стационара в виде подкожных инъекций. При выписке из стационара вы будете получать антикоагулянты в удобной лекарственной форме – в таблетках. Одним из представителей антикоагулянтов непрямого действия является варфарин. Для обеспечения свертывания крови организму необходим витамин К. Витамин К поступает в организм с продуктами питания, в основном из зеленых овощей, и может вырабатываться в кишечнике человека специальными бактериями. Из кишечника витамин К всасывается в кровь, поступает в печень. Принцип действия варфарина заключается в том, что он блокирует выработку витамина К, при участии которого в печени образуются факторы свертывания крови, влияющие на образование тромба. В настоящее время варфарин является основным препаратом из группы антикоагулянтов непрямого действия, как у нас, так и за рубежом. Он более изучен и мало токсичен. Выпускается в форме таблеток белого или бледно-голубого цвета, округлой формы, с насечками, разделяющими таблетку на четыре части. Производится в России и за рубежом. Показаниями для назначения варфарина являются Нарушение сердечного ритма Наличие протезов клапанов сердца или кровеносных сосудов Острый венозный тромбоз или эмболия легочной артерии Рецидивирующий венозный тромбоз Профилактика тромбоза и эмболии после инфаркта миокарда Тромбоз периферических, коронарных и мозговых артерий Послеоперационный тромбоз Врожденные заболевания, сопровождающиеся патологическими тромбозами Как принимать варфарин? Варфарин выпускается в дозировке 2,5 мг В начале лечения назначается от 1 до 2 таблеток Ежедневная доза варфарина принимается 1 раз в день вечером В 6-7 часов за 20-30 минут до еды или после Это связано с тем, что контрольный анализ на МНО обычно сдаётся утром Препарат запивать водой Не следует смешивать лекарства с приёмом пищи Записать в дневник уровень МНО и дозу варфарина Дневник контроля МНО выдаётся каждому пациенту На обложке дневника указаны паспортные данные пациента Диагноз, дата начала приёма варфарина Контактный телефон, лаборатория гемостаза и атеротромбоза В том случае, когда препарат по каким-либо причинам не был принят Следует записать в дневнике о пропущенной дозе На следующий день продолжать приём по прежней схеме Двойную дозу применять нельзя В том случае, когда варфарин не был принят в течение двух и более дней Следует немедленно сообщить об этом лечащему врачу Длительность приёма варфарина зависит от состояния пациента В связи с этим врач может рекомендовать приём варфарина В течение короткого периода или всей жизни Для пациентов мы рекомендуем использовать таблетницу Которая доступна в продаже любой аптеки В ней можно разложить лекарства на день, неделю Можно воспользоваться помощью будильника, мобильного телефона Как только пациент начинает принимать регулярно варфарин Кровь свёртывается дольше Этот процесс необходимо постоянно контролировать Это связано с тем, что во время лечения антикоагулянтами Пациент балансирует между недостаточной дозой препарата и избыточной В первом случае может развиться повышенное тромбообразование Во втором – кровотечение Во всём мире контролем времени формирования сгустка крови Избран показатель МНО Международное нормализованное отношение У здорового человека и пациента, не получающего варфарин Показатель МНО составляет 0,9 – 1,1 При увеличении времени свёртывания крови МНО увеличивается При подборе дозы варфарина в условиях стационара МНО измеряется несколько раз в неделю Период подбора – от 1-2 недель до 2 месяцев Понадобится частое определение МНО До 2-3 раз в неделю или ежедневно Лечащий врач по результатам МНО Подберёт дозу варфарина До значений МНО, предотвращающих образование тромбов Определить дату контроля При правильной подборе дозы варфарина В течение нескольких исследований Значение МНО остаётся в интервале от 2 до 2,5 При выписке из стационара указывается целевой уровень МНО Целевой уровень МНО зависит от диагноза сопутствующих заболеваний Возраста Модель контроля МНО после стационарного лечения Стандартная модель Наблюдение у летящего врача Кардиолога, участкового терапевта, хирурга Специалист-гемостезиолог Наблюдение в антикоагулянтной клинике Контроль при помощи портативных когулометров Проводится пациентом самостоятельно Для этого используется прибор Куагл Чек Забор крови производится из пальца Нужна одна капля крови Она наносится на тест-полоску И через несколько минут можно узнать результат МНО С памяти прибором сохраняется до 60 результатов С указанием даты и времени проведения анализа Анализ МНО можно сдать в центре гемостаза Результат будет известен в течение одной минуты По которому проводится бесплатная консультация гемостезиолога Для чего нужен такой контроль МНО Это связано с тем, что уровень свертываемости крови Может колебаться даже при хорошо подобранной дозе Восприимчивость организма к действию антикоагулянтов Зависит от таких факторов Как изменение сопутствующей терапии Простудные и другие заболевания Смена климата Смена привычного образа жизни Лекарственные препараты способны как усиливать Так и ослаблять действия варфарина Их перечень указан в дневнике контроля МНО Усиливают активность варфарина Гепарин Аспирин Клопидогриль Фибраты Статины Антибиотики Сульфаниламиды Синедин Амиадарон Анаболические стероиды Нестероидные противовоспалительные средства Тиреоидные гормоны Этанол Снижают активность варфарина Парацетамол Оральные контрацептивы Ретиноиды Антоциды Антигистаминные Барбитураты Баллокардин Галлоперидол Циклоспорин Слабительные для приема внутрь В связи с этим рекомендуется Начинать или прекращать прием других лекарственных средств А также изменять дозы принимаемых препаратов Только после консультации с лечащим врачом Сообщить узким специалистам о приеме варфарина Однократный прием обезболивающего, жаропонижающего, слабительного, противоаллергического лекарственного препарата не повлияет на прием варфарина Не рекомендуется принимать биологически активные добавки, содержащие витамин С, Е, кофермент Ку-10, витамин К, биофлавониды Известно, очень большие дозы витамина С могут усиливать действие варфарина Витамин Е обладает антикоагулянтными свойствами Поэтому его одновременное употребление с антикоагулянтами может спровоцировать появление кровопотеков и кровотечений Кофермент Ку-10 изменяет время свертывания крови при одновременном его приеме с варфарином Витамин К при взаимодействии с антикоагулянтами непрямого действия уменьшает эффективность их действия Биофлавониды замедляют расщепление варфарина Режим питания и варфаринотерапия Во время приема варфарина необходимо правильно питаться Правильно питаться это не значит ограничивать себя определенными рамками Питание должно быть таким, каким оно было до назначения варфарина Следует лишь помнить о том, что витамин К ускоряет свертываемость крови Поэтому надо ограничивать прием продуктов, содержащих его в большом количестве Это не значит, что их нельзя использовать Их надо употреблять в пищу, но в разумных пределах Важно знать, что витамина К больше всего в продуктах зеленого цвета Есть продукты, которые нужно употреблять с осторожностью Зелень амарандо, авокадо, капуста брокколи, бруссельская капуста, качанная капуста, лук, кориандр, огуречная кожура, цикорий, киви, салат латук, мята, зеленая горчица, оливковое масло, петрушка, горох, тесташки, красные морские водоросли, зелень шпината. Соевые бобы, листья чая, зелень репы При лечении варфарином не следует употреблять алкоголь Он усиливает действие препарата, что может стать причиной кровотечения Прием одного-двух бокалов вина в неделю не приведет к осложнению Сопутствующие медицинские процедуры и хирургические вмешательства при варфаринотерапии Перед любой медицинской процедурой необходимо проинформировать врача о лечении антикоагулянтами Перед проведением процедуры обязателен контроль свертываемости крови При некоторых стоматологических процедурах Пломбирование, чистка канала, удаление зубного камня, протезирование При свертываемости в пределах индивидуального коридора Антикоагулянты применяются по прежней схеме Перед удалением зуба может потребоваться снижение дозы антикоагулянта Или его отмена накануне вечером и в день удаления зуба При крупных хирургических вмешательствах Возможна отмена приема антикоагулянта Отмена должна проводиться в стационаре и под контролем врача Перед планируемой хирургической операцией Препарат отменяется не менее чем за 3 дня В таком случае пациенту назначаются антикоагулянты прямого действия Депарин, фраксипарин Эти препараты применяются в стационаре в виде инъекций После операции можно перейти к приему антикоагулянтов непрямого действия В подобранной дозировке Срочные операции При возникновении ситуации неотложного хирургического вмешательства Необходимо сообщить врачу о приеме антикоагулянта непрямого действия Поскольку потребуется срочное снижение МНО до безопасного уровня Такая мера необходима для предотвращения кровотечения Варфаринотерапия и поведение в быту В период лечения антикоагулянтами непрямого действия Следует соблюдать осторожность во время занятий спортом При использовании колющих и режущих инструментов Надо избегать таких ситуаций, когда велика вероятность получения травмы Важно, чтобы родственники и близкие знали о варфаринотерапии И в случае необходимости сообщили об этом в службе неотложной помощи Рекомендуется для бритья использовать электробритву Зубы чистить мягкой щеткой и с осторожностью пользоваться зубной нитью Избегать внутримышечных инъекций Всегда сообщайте любому медицинскому работнику о том, что вы принимаете варфарин Ваш дневник лечения желательно носить с собой Сообщите стоматологу о приеме варфарина Большинство стоматологических процедур можно получать, не меняя режима лечения При наличии проблем с артериальным давлением Нужен его регулярный контроль и поддержание на уровне не выше 130 на 80 мм рт. ст. Побочные эффекты и меры предосторожности при варфаринотерапии Основным побочным эффектом терапии антикоагулянтами непрямого действия является кровотечение Признаки кровотечения Черный дифтеобразный цвет стула Розовый или красный цвет мочи Важно помнить, что моча может быть красной при употреблении свеклы Кровотечение из носа, десен Необычная, обильная или продолжительная менструация Беспричинное появление гематом или припухлости на теле Значительное изменение в состоянии здоровья При появлении хотя бы одного из этих симптомов Нужно немедленно обратиться к врачу В период беременности варфарин противопоказан Об этом надо знать при планировании беременности А также при появлении первых ее признаков И своевременно проконсультироваться с врачом Возможно использование варфарина при грудном вскармливании За исключением первых трех дней после рождения ребенка Что делать, если появился отек или боль в ноге То есть угроза образования нового тромбоза Обязательно обратитесь к вашему лечащему врачу Или в службу неотложной помощи При следующих симптомах Появление отдышки, сердцебиение, боли в груди Головокружение, затруднение речи, нарушение зрения Они менее в одной или нескольких конечностях Или нарушение их движения Резкое похолодание конечностей, боль в них Боли в животе Можно ли безопасно летать на фоне принесенного тромбоза Или тромбоэмболии легочной артерии? Да, при получении соответствующей терапии И уровнем ИНО в пределах от 2 до 3 Во время полета рекомендуется пить больше жидкости Через каждый час немного походить Или сделать несколько круговых движений голеностопными суставами Перед полетом можно надеть изделия из компрессионного трикотажа Советую приобретать такие изделия в специализированных магазинах Алкоголь во время полета следует исключить Как избежать рецидив тромбозов нижних конечностей И тромбоэмболии легочной артерии? Во-первых, узнать, какие у вас есть факторы риска тромбообразования Узнайте, как предотвратить образование тромбов у вашего лечащего врача Поделиться данным опытом с вашими родственниками и друзьями Помните, принимать антикоагулянты непрямого действия Следует строго по назначению врача Необходимо следить за графиком контроля МНО И питанием со стабильным количеством витамина К Важно вовремя обнаружить первые признаки кровотечения И сообщить об этом лечащему врачу Информировать врачей о приеме антикоагулянтов непрямого действия В итоге хочется напомнить о том, что лечение варфарином способно предотвратить тромбозы А безопасность лечения зависит прежде всего от вас и контакта с врачом Надеемся, что наша информация поможет вам в этом Все данные о контроле МНО, дозировке варфарина Фиксируются в амбулаторной карте По всем интересующим вопросам А также по вопросам коррекции дозы варфарина Обращайтесь по телефону 632-910 Мы всегда рады ответить на все вопросы И приглашаем на дополнительные занятия в случае необходимости Спасибо за внимание Спасибо за внимание